Слава достойная памяти. Конкурс библиотек, который вновь объявлен депутатом Госдумы Николаем Панковым, на этот раз посвящен 75-летию Победы. Проекты, которые будут разрабатываться в ходе конкурса, расскажут о земляках-участниках Великой Отечественной войны, о тружениках тыла. Просматриваю вместе с работниками библиотек, саму библиотеку, как возможность не только почитать книгу, но и получить воспитание, заняться поисковой работой. Сегодня в преддверии юбилея Великой Отечественной войны очень много идет предложений от молодежи заниматься поисковой работой своих родственников, своих односельчан. Это очень правильное направление. Проекты, которые участвуют в конкурсе, должны быть ориентированы на краеведение. Поэтому шанс стать победителем есть у любого библиотекаря. Даже если живет он и работает в небольшом селе. Главное, интересно и подробно раскрыть тему. Я предложил через систему библиотек, через общение, через книгу, через читателя выявлять исторические ценности того или иного поселения, той или иной территории, того или иного захоронения наших граждан. Ведь много памятников есть, которые вообще не учтены как федеральные объекты или как региональные. Они делались коллективно, они делались за счет хозяйств, которых раньше было очень много. Несмотря на то, что положение для конкурса готовили сами библиотекари, в ходе встреч и обсуждений рождаются какие-то дополнения. Так, в Вольске на встрече было предложено сначала выявлять лучшие проекты в каждом районе, а потом уже из них выбирать победителя. Балаковские участники обсуждений тоже решили внести свои изменения. Конкурс проводится для сельских филиалов, значит, для городских филиалов и в том числе для центральных библиотек. Городской, межпоселенческой, ну это и в Вольске та же ситуация. У нас не совсем одинаков уровень. То есть по силам. Селенки у филиалов не такие, как в центральных библиотеках. Библиотекари уже начали придумывать свои проекты, ведь до 20 апреля необходимо подать заявки с описанием работ. Само краеведческое исследование должно проводиться с мая по октябрь, а потом защита проектов. Победитель отправится для обмена опытом с коллегами-библиотекарями в Волгоград. Город-герой с большой историей. Продолжение следует...